Добрый день. Сначала начнем с цифр. Какая на сегодня задолженность по налогам жителей Красноярского края? Огромная задолженность. Мы каждую нашу встречу начинаем с таких объемных цифр. И, к сожалению, с каждым годом они увеличиваются и увеличиваются. Если говорить на сегодняшний день, то сумма задолженности у нас по налогам больше миллиарда на исполнение. Если говорить именно о физических лицах, хотя практика показывает, что именно количеством берут физические лица, то именно вот за 7 месяцев было больше 62 тысяч жителей края, прошедших через наши руки. А вот на первое число текущего месяца 29 практически тысяч и практически миллиард сумма по ним. Ничего себе. Ну, чуть-чуть меньше, но... Но, тем не менее, все равно за это время удалось достаточно существенно, да, востребовать? У нас неплохие показатели по взысканию в этом году, несмотря на то, что, в общем-то, понимаем всю ситуацию и с заработными платами, и с повышением цен. Но на 65 миллионов больше за полугодия налогов мы смогли взыскать. Возможно, это связано и с разъяснениями, пояснениями, в общем-то, сознательностью граждан. Не могу сказать, что прям как-то... вот мы вышли и просто стали у людей арестовывать, арестовывать, арестовывать. Нет, объем работы вот наш, он такой же превентивный. Ну, где-то здесь сыграли хорошую роль и ограничительные меры, которые сейчас применяются. Но, в целом, вот взыскиваемость, она не чуть-чуть повысилась, но и сумма, подлежащая взысканию, увеличилась. Ну, вот, я так понимаю, что те 29, почти 29 тысяч, о которых мы говорим, это уже как раз те, кто прошел через суды. Совершенно верно. То есть это те, которыми занимается Федеральная служба судебных приставов. Совершенно верно. Их недоимка зафиксирована, суд вынес решение взыскать принудительно, и именно это то, что уже подлежит принудительному взысканию. Но есть ведь люди, у которых, я так понимаю, что с какой-то определенной суммой даже суд начинает заниматься долгами. Да, есть изменения совсем недавние законодательства о том, что суд рассматривает вопросы недоимок в упрощенном, в быстром, в судебном порядке, который не требует сегодня обязательной явки стороны. То есть вот здесь тоже нужно обращать внимание. Но сумма эта до трех тысяч рублей. То есть те налоги, которые не платит человек, но они не превышают трех тысяч, они у него и встают в донакопление. Их можно в любой момент, конечно же, погасить через налоговую инспекцию, но как только порог увеличивается в трех тысяч, начинает действовать уже система понуждения. А понятно, что сейчас есть именно как раз недоимки по налогам. А по каким налогам? По всем видам налога. Земельный, транспортный, недвижимость, ну, как бы имущественные, так называются имущественные налоги. И в большей части, конечно, он представлен транспортным налогом. Может быть, потому что суммы более значимые, хотя я вот очень переживаю за изменением кадастровой стоимости земли и начислений налогов уже. В этом году наш регион не попадает еще под такое начисление, но это ближайшее будущее. Конечно, там суммы возрастут. Но пока превалирует, наверное, не ошибусь, если скажу, что в недоимке по физлицам 65% это все-таки транспортный налог. То есть люди не платят просто за свою машину? Совершенно верно. Совершенно верно. Хотя понятно, что даже при приобретении понятно, что это имущество, подлежащее налогообложению. То есть об этом знают все. Мне единственный вопрос возникает. А почему у нас вот такая вот, скажем так, налоговая нерадивость возникает? Я все-таки думаю, что это общее наше правовое воспитание, воспитание в семье, отношения. Видите, частная собственность. Наверное, мы сейчас далеко углубимся от темы нашего разговора. Хотя, почему нет? Наверное, все-таки частная собственность у нас появилась. Но понимание отношения к тому, что ты собственник, как ты владеешь, и как тебе корреспондируются обязанности, вот этого еще за этот, ну, для истории непродолжительный период времени мы к этому не пришли. Мы еще не привыкли к тому, что мы владельцы квартир, дач и автомобилей, что это облагается налогами. Ну, слово «моё» понимаем, а слово то, что мы за это «моё» тоже должны, поскольку это в обществе все находится, да, пока этого четкого понимания еще нет. Ну, вот должникам какие могут применить санкции? Ну, весь, к этой категории должников применяется весь комплекс мер, как и любым другим. Но сейчас очень активное применение ограничения права управления к этой категории на сегодняшний день не относится. Но если не платим транспортный налог и еще и допускаем правонарушение в сфере безопасности дорожного движения, в совокупности это тоже может пойти под ограничение права управления. Ну, то есть то самое, когда у человека на время, скажем так, изымаются права, да, пока он не погасит все долги по налогам? Совершенно верно. Ну, там права сами как таковые не изымаются, так же, как при ограничении права выезда за пределы Российской Федерации не изымается за гранпаспорт. Есть ограничение права управлять, то есть мы его объявляем, гражданин должен понимать, что он не имеет права. Но какая санкция, да, вы спросите. Поскольку эти сведения тут же поступают в базу данных ИБДД, и вот если уже сотрудник ДПС, остановив такого автовладельца, автолюбителя, видит, что на самом деле он управлять не может, вот там начинаются санкции с изъятием прав, со своей статьей, с применением дополнительных штрафных, но, как правило, обязательных работ или там даже возможен арест. Поэтому на самом деле все очень серьезно. Все очень серьезно. То есть люди, по сути дела, но ведь вы говорите о том, что сейчас суды могут принимать решение заочно, то есть человек иногда может даже и не знать, что у него уже принято судебное решение. Или нет? Или он ставится в известность? Нет, он в любом случае ставится в известность, уведомление направляется. Причем у налоговой инспекции лежит обязанность направить, ну, скажем так, как претензионный порядок, до того, как начинает рассматривать суд, обязательно предоставляется подтверждение, что сторона, которая истребует, она направила уведомление дополнительное о том, что мы идем в суд. Так вот сейчас обязанность налогового органа представить в суд документ, что по адресу, указанному налогоплательщикам, где он зарегистрирован, по КАБу, ну, по старому так тоже назову, по этому адресу направлено извещение, и оно либо получено, либо не получено, потому что гражданин не явился, то есть это заказное с уведомлением. Тогда уже суд рассматривает. Но, Ян, я, опять же, я не верю, что человек, который владеет квартирой, землей или автомобилем, знает, что ежемесячно, ой, простите, каждый год до определенной даты, там, да, иногда смещаются, там, 30 октября, 1 ноября, нужно заплатить налог. Он знает, что он его не платит. На сегодняшний день глобальные изменения касаются извещений налогового органа о недоимке, то есть, в принципе, входим все в личный кабинет. Это очень удобная система, очень удобная. Если вы мне сейчас скажете, что бабушки и дедушки не могут пользоваться интернетом, уже очень мало населения, бабушек и дедушек, тем более обладающими льготами по уплате налога, которым нужны извещения именно в письменном виде. Ну и то, если гражданин просит, чтобы налоговый орган направлял ему извещение так, как было раньше, он должен сейчас об этом своему инспектору заявить. В принципе, в личном кабинете налогоплательщика идет полный расчет задолженности, идет весь перечень имущества. На случай, если вы все-таки автомобиль продали, по какой-то причине произошел сбой, и автомобиль продолжается числиться за вами, и налог начисляться вам, пожалуйста, заявляйте об этом, снимайте свои вопросы. Я вам честно скажу, я прекрасно сама лично пользуюсь этой системой, и мне она очень удобна. Плюс способ оплаты, если он электронный, он тут же может быть осуществлен на месте. Поэтому вот не знать, не знать, это уже не хотеть равно. Но о том, что судебный процесс был, и судебное решение вынесено, потенциально гражданин может не знать, если он ничем не интересуется, не проживает по адресу, который у него официально по прописке, и идет по регистрирующим органам везде, и он не знал о том, что такое письмо его ждет, да, он не знал о том, что вынесено решение. Скорее всего, узнает уже от нас, к сожалению. Да, то есть то, что он не платит налоги, то, что он пытается вот таким образом от них, может быть, даже не укрыться, а вот каким-то образом, ну, относится к этому, скажем так, халатно, его это просто может настигнуть, например, при поездке за границу в отпуск, да? Может. Это может его настигнуть, когда его остановил работник ГИБДД и сказал извини, у тебя есть долги, права отдавай сюда, а теперь иди пешком домой и дальше решай уже свои, как бы, проблемы. То есть здесь просто человек рискует попасть неожиданно в какую-то ситуацию. Очень дискомфортно для себя. Это что на сегодняшний день? В конце прошлого года состоялся такой достаточно значимый для нас пленум Верховного суда, который разъяснил очень много положений применения закона в сфере исполнительного производства. И сегодня разведены понятия абсолютно арест и запрет. Так вот, что это значит? Если мы говорим арест в соразмерности суммы, то есть если все-таки сумма долга, 10 тысяч рублей, а автомобиль, к сожалению или к счастью, лонг-круизер, да, то накладывать на него арест и продавать, ну, скажем так, не совсем правильно, действительно, тем более у владельца богатого, хорошего внедорожника, ну, как-то 10 тысяч находятся сразу, да. То вот запрет на отчуждение этого автотранспорта закон сегодня и суд нам разрешает, потому что оно не выходит из владения собственника, но ничего сделать с этой собственностью он не может. То же самое касается недвижимости. Уже в этом году было несколько случаев, когда действительно люди входят в абсолютно законные гражданско-правовые сделки с квартирами, с дачами, с землей, и Рекпалата им отказывает, уже по старинке назову этот орган, отказывает в проведении сделки, потому что стоит запрет судебного пристава, за неуплату, ну, опять же, там налогов 15 тысяч рублей. Ну, бывает сумма, конечно, и выше есть. А арест на что может быть наложен? Понятно. Понятны предметы первой необходимости, понятно, что это, если это сельская местность, это семенная продукция, даже если это животноводство, то это, скажем так, простые буренки могут быть арестованы, а вот племенные для развода, для этого хозяйства должны быть не тронуты. Но это, на самом деле, не такой уж и большой список. Он очень небольшой список, очень небольшой, это действительно миллион. Но недвижимость, автомобили, техника, это все попадает под арест совершенно спокойно, безо всяких ограничений. Совершенно верно. И сегодня даже, опять же, тот же пленум нам говорит о чем? Что квартира, купленная в ипотеку, ну, то есть находящаяся в залоге, и, да, она арестована, изъята и продана быть не может, тем более, если это единственное жилье, но стать под запрет отчуждения может. Человек поражается в правах, по сути дела. Совершенно верно. Финансово, имущественных, финансово-правах. И с моей точки зрения, вот это вот, правильно сказали, поражение в правах наиболее правильно, чем даже просто арест имущества, пришли и забрали два телевизора, да? Именно в правах, потому что уплата налога это обязанность гражданина, она даже не человека, да, если вспомним Конституцию, это обязанность гражданина. Поэтому как раз уменьшение таких гражданских прав у человека должно корреспондироваться абсолютно не уплате налогов. Будем надеяться, что у нас те люди, которые входят в список должников, они услышали нашу беседу. Спасибо большое, что были у меня в гостях. Елена Лаванда, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю, главная судебная пристава в крае, сегодня была у нас в гостях. Всего доброго до встречи.